Всем привет, с вами Прия. Сегодня среда, пришло время испытать удачу в нашей замечательной игре World of Warcraft. Пока что Battle for Azeroth, но может быть в ближайшее время это будет всё-таки Shadowlands на моём экране. Как говорится, поживём и увидим. Начнём замонка. Сначала открыть я сундучков, потом на воине вскрою, ну и потом на ДК уже. Ножки. Ножки с первым эхом бездны. Полезно ли? Ну, вопрос хороший. Опять же, все эти порчёные итемы для твинков, то есть если на них что-то делать, если на них апать плащик, то тогда да, это будет полезно. Но с учётом того, что плащик маленький, то все эти порчёные итемы, увы, пока что не особо-то полезны и ротировать их не получается. То есть чем больше плащ, тем больше сопротивление порчи. Плащ это основная механика дополнения. Ну и, собственно, тем больше можно порчёных вещей надеть. Но что я делаю на монахе? Ничего. Ладно, я немножко обманул. Монг используется для рейдов вместе с вами в бзду еженедельно. Окей. Кстати, не забывайте, там табличку заполняйте. Что у нас по воину? Перчатки. Ну да, давненько их не было. С смысл сцелением, с пыткой разума. Кстати, очень хорошее. Что у меня по карабту? 28. Ну, 28, 38. Разница невелика. Перчатки очень хорошие. То есть по статам своим они очень интересны. Ещё и смысл сцеления сверху всего этого. Ну и щупло. Оно неплохим карабтом вроде бы в текущий момент является. Старые перчаточки просто продам. А, ну то есть это точно такие же, да? Хастмастери, хастмастери. Ну, это улучшение, стоит признать. То есть тут даже, как это называется, бесспорно улучшение. Ну да. Что же упадёт на ДК? Перчатки? Или какой-нибудь тяжёлый карабт? Ну, если это будут звёзды, то, само собой, я буду симить. Потому что, что у меня сейчас на ДК получается? Всего два карабта. Это две шмотки с бесконечными звёздами. По-моему, одна вещица 75-я, другая 60-я. Но если используется сет на менее 59 карабче, то там выходит так, что две шестьдесятые шмотки со звёздами и одна шестьдесятая шмотка с 12% хасты. Тёмный фетиш. Кстати, хороший тринкет для PvP. Для PvE, конечно, он не проявит себя никак абсолютно. Потому что нанесение малого количества урона и в последующем поглощение исцеления, ну, нет, нет. Это не PvE тринкет. Это уж точно. Посмотрим сейчас, что с PvE сундука упадёт. И будем уже от этого плясать. Лут также на анхолика. На анхолика. Да, конечно. Что же выпадет? Я думал, гетику выпадет, если честно. Усиливает критический эффект ваших атак и исходящего исцеления на 3%. Знаете, у меня есть уже такие ножки, немножко с другими статами. Там, по-моему, 2%. И что самое удивительное, это тоже ноги. То есть на ногах не может, что ли, прокнуть другого карабта? Это удивительно. Модификаторы текущей недели. Кишащий, вулканический, тиранический. Модификаторы очень лёгкие. Кишащий, без укреплённого, это всегда легко. Вулканический сам по себе модификатор лёгкий. Ну, а... Тираник. Самое главное, чтобы боссы, как говорится, не ваншотали вас. Да и всё. Что я могу ещё сказать? Ну, ничего. Апайте свой плащик на текущей неделе. 59 сопротивления порчи будет. То есть ещё на 3 можно будет срезать. Ну и всё. Накапливайте реликвии. Сокетите шмотки. Я вот колечко скоро буду сокетить. Не забывайте о рейдах. А именно о заполнении микроанкеты в канале Бзда в Дискорде. Там вся информация есть. Можете посидеть, поизучать, если вы собираетесь ходить с нами в Бзду. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. А я не знаю. Может быть, в банки приберусь. Может, ещё какими-нибудь делами интересными займусь. Вещей вот много карабочных. Не знаю. Может, кому-то на почту их выслать. Это было бы неплохо. Всё. Я всё сказал. До скорого.